Участники фестиваля стали собираться минут за 20 до начала мастер-класса. Вот, например, дети из Ярославля. Занимаются они в киножурнале «Компот», изучают актерское мастерство, сценическую речь и движение. Учатся у выпускников театральных вузов. Каждый из этих ребят уже сейчас ставит для себя задачу на будущее. Все, безусловно, хотят быть успешными, выбрать актерскую профессию. А вот для чего – объясняют по-разному. Потому что тебя показывают в телевизоре, ты можешь стать знаменитостью. Я не люблю сидеть на месте, скрывать свои мысли, скрывать то, что во мне вот эта энергия. А на сцене ты всю эту энергию выплескиваешь на зрителя. Марк Рудинштейн начал свой мастер-класс с опроса, кто какую последнюю книгу прочитал и спектакль посмотрел. И объясняет, что без литературы в их творческой среде делать нечего. В следующем году кинотаврик планирует вернуться к большому кино. Чтобы дети могли не только здесь показывать то, что удалось снять у себя в регионах, но и тут же учиться у настоящих режиссеров и актеров. Я убедился на просмотрах кинопрограммы, что это ужас какой-то. Дети ничего не видят. Они смотрят только блокбастеры и не понимают, и не читают, и не видят. И поэтому они делают ужасное кино. Не просто ужасное с точки зрения кино, а с точки зрения начитанности, видения того мира. И поэтому мы будем теперь отбирать лучших 10 фильмов за год. Действительно лучших. Не по принципу, там, кассовых фильмов, а 10 лучших фильмов за год. И делать такой суперконкурс. Еще Родинштейн объясняет, искать таланты среди детей это всегда была задача фестиваля, и она никогда не изменится. За эти 17 лет 35 участников кинотаврика выгрызли в серьезных артистов. Гелина Овсецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.